Всем привет! Сегодня мы с Тошей хотим вам предложить нарисовать вот такие прекрасные нарциссы. Это очень интересная по своей сложности работа. Очень много нюансов работы с жёлтым оттенком, с зелёными оттенками, как в таких светлых оттенках показать тональность. Это очень интересный урок и по композиции, и по расположению цветов. Я очень надеюсь, что у всех всё получится. Тоша тоже верит. Я буду ждать ваших готовых работ, результатов. Отмечайте меня, пожалуйста, в Инстаграм. Скидывайте, пожалуйста, результат мне в личку. Это прекрасная весенняя композиция цветов. Вас порадует. Вы отвлечётесь от своих насущных дел, с удовольствием порисуете. Да, и в карандаше, и красками. Я желаю всем удачи и жду ваших результатов. И, конечно, первое, с чего мы начнём, это с композиции. Мы составим такую композицию в треугольнике из крупных цветов нарцисса. Можно расположить это в вазе. Можно не располагать, как я это сделала. Ставила без вазы. Давайте приступим к рисованию эскиза. Я его рисую на тонкой бумажке, а потом уже перевожу на хорошую хлопковую бумагу. Что я использую для этого мастер-класса, я буду рассказывать в процессе. Поэтому давайте приступим. Итак, начнём мы, конечно же, с эскиза. У нас должен получиться вот такой эскиз, который мы потом перенесём на хорошую хлопковую акварельную бумажку. Нам понадобится сейчас для эскиза обычная тонкая бумага. У меня это бумага для набросков. Обычный карандаш. HB. Обычная стрелательная резинка. У меня только маленький кусочек. И клячка, чтобы удалить потом ненужный лишний фон. Итак, у нас такая достаточно интересная композиция, состоящая из нескольких бутонов, раскрывшихся нарцисса. И можно нарисовать в круглой вазе, что тоже будет красиво. А можно нарисовать просто стеблями. Это будет попроще. И я, наверное, такой вариант покажу. Также у меня по композиции заложена здесь динамическая лента, которая обвивается вокруг букета. И она соединяет, собирает в общую композицию цветы. Её можно рисовать, а можно и нет. Я покажу, как это рисуется. Вы можете рисовать просто цветы без дополнительных каких-то элементов в виде ленты или вазы. Итак, сейчас я подготовлю себе листик. И вместе с вами приступлю к нарисованию эскиза. Смотрите, какая тут ситуация. У нас есть несколько фотореференсов, которые мы совмещаем в один. У вас прикреплены эти фотореференсы. Вы можете на них смотреть, их использовать. И я частично пару цветов возьму с одного фотореференса, а пару цветов возьму с другого фотореференса. Я таким образом комбинирую, чтобы иллюстрация получилась не похожей на фотографию. И начнём мы, конечно же, с компоновки каких-то общих масс, которые у нас здесь есть. Сейчас я расположу так, чтобы было видно. Иллюстрация достаточно крупная. Я примерно обозначиваю границы этой иллюстрации. Можно условно потом центральную линию провести, но она здесь особо ни к чему. И я обозначу достаточно крупно самый мой объёмный и крупный цветок нарцисса. Я всё сейчас ищу по векторам, по линиям и по массам. То есть мне сначала нужно найти основные массы моих цветов. Да, какие-то вектора, чтобы показать какое-то движение. А потом уже я буду в этих массах искать лепестки. И какие-то уже делать какую-то мелкую проработку. Сзади какие-то листики. Не обязательно, чтобы это всё сходилось в одну точку. То есть стебли у нарцисса достаточно плотные. И имеют свою толщину, да, и свою длину. Итак, после того, как я нашла общие массы, да, составила свою композицию. Она у меня чётко по центру, достаточно крупная вот эта носитель на ладошке. У меня получится очень крупный цветок. Мне теперь нужно начать прорисовывать каждое отдельное соцветие нарциссов, да, простраивая его структуру. И тоже схематично начнём это делать. Мы сначала наметим вот этот центр. Без какой-либо проработки по контурам. Мне просто надо сначала найти его массу. И от него расположить 6 лепестков. Я сначала нахожу вектора этих лепестков. Примерно где это всё у меня заканчивается. То есть по точкам я рисую, условно обозначаю. Потом по этим векторам, то есть условно у меня сейчас намечена очень грубая центральная линия. Я буду находить основную массу каждого лепесточка. То есть без окончательной его вот этой части. То есть вот основную его массу. Да, мне нужно сейчас, грубо говоря, вокруг моей центральной... Вокруг моего центра цветка расположить массу лепестков. Чтобы это выглядело всё гармонично. Я это делаю очень лёгкими движениями, такими поисковыми. Кручу овалы. Овалы это наше всё. Я в своих акварельных уроках постоянно говорю, что нужно крутить овалы. Также сейчас я немножко наметила центральное место, где выходят тычинки. И то же самое я сейчас сделаю с остальными цветками. То есть я сейчас найду вот центральное расположение. И по массе я сейчас, наверное, по-другому немножко расположу. Смотрите, у нарцисс такое интересное строение. Да, у него конструкция внутренняя похожа на такую чашку без ручки с центральной линией. Да, такой конус с смягчёнными углами, от которого уже выходят в сторону листики, лепесточки наши. Которые мы сначала тоже ищем обычными линиями. А потом уже ищем опять массу. Потом уже разберёмся, какой лепесточек сверху, какой снизу. Потом разберёмся со всеми этими наложениями. Теперь перейдём к этому цветку. Можно сразу задавать какой-то вектор. У нарциссы очень изогнутый ствол в моменте соприкосновения с чашелистником. Мы находим опять, где располагается вот эта вот чашечка. Она может достаточно быть крупной. Потому что есть сорта нарциссов, которые... Прям у них эта чашечка гипертрофирована. Здесь какая особенность? Основание этой чашечки намного уже, меньше овал, чем внешняя его часть. Опять-таки находим вид наших листиков. Достаточно крупная, я немножко потом уменьшу. Находим опять-таки массы наших лепесточков. Очень-очень-очень сейчас всё легко, не нажимая на карандаш. То есть мы, когда крутим овалы, вообще делаем это всё достаточно легко. Сейчас я посмотрю опять вектора моих... Листов именно. Как они сюда пойдут. Здесь у меня ещё прячется один нарциссик. Тоже найдём его массы. Найдём его лепесточки. Рисуем на просвет. Смотрим, где он там сзади выходит. Как у него, возможно, пойдёт ствол. К нам присоединился Тоша. Хочет, видимо, помочь нам нарисовать всё. Тоша, будешь рисовать? Будешь? Ну тогда иди гуляй. Итак, мы сейчас нашли общую массу нашей композиции. Обязательно поищите массу листиков. Которые отдельно, да? Потому что они нам добавляют такую композицию в виде треугольника. И кое-где нам они прям очень важны для композиции. Можно сделать немножко меньше. Можно добавить здесь ещё какой-то бутон. Достаточно крупный. Расположить его каким-то таким образом. Вы стараетесь сейчас уже на этом этапе переходить к референсам. И смотреть, искать нужные по расположению цветки нарциссов. Чтобы уже всё это нарисовать подробно. Теперь наша задача прорисовать каждый силуэт, каждый контур нашего отдельно взятого цветка очень подробно. И как я делаю? Я начинаю прорисовывать достаточно тоже легко. Такими поисковыми линиями. Центральные части. Искать где-то какие-то углубления, какие-то нахлёсты. То есть у него такая ажурная центральная часть. И мы эту ажурность обязательно должны показать. В то же время мы сейчас сразу ищем вот эти вот границы силуэта, от которых идёт тень в глубину. Тут у нас идут тычинки. Но они у нас как бы в глубине. То есть всё равно вот эта вот граница, если вы посмотрите на фотореференс, достаточно чётко отделяющаяся. После того, как мы легко наметили, можно переходить уже непосредственно к лепесточкам. И тут такое строение у многих нарциссов. У них есть такая пимпочка, условно говоря, в самом конце, от которой уже идёт достаточно... Форма расширяется и имеет какой-то свой интересный силуэт. Вы тоже смотрите на фотореференс, как он идёт. Я сразу намечаю примерно какие-то центральные линии, какое-то направление движения, фактуры именно листиков. Потому что, обратите внимание, если нарцисс, у него белые эти листья прозрачные, то там видна такая интересная фактура прожилок. Её можно наметить, потому что по форме этих прожилок ложится какая-то тень, которую мы тоже будем прорисовывать в акварели. И таким образом я рисую сейчас все лепесточки. Я обязательно смотрю за контуром. Я обращаю внимание на вот такие вот моменты пересечения, да, как это выглядит. Чтобы у меня здесь не было ничего некрасивого, чтобы всё выглядело с композиционной точки зрения верно. То есть, допустим, вот такая вот галочка мне не подходит. Здесь самым верным решением будет вот такой вариант развития событий. То есть, один листик накладывается на другой. И вот такая галочка – это очень непрофессионально с точки зрения рисунка. И мы это сейчас подправим. Мы заведём этот листик больше сюда. То есть, у него больше здесь сделаем массу. И решим эту ситуацию таким образом. Смотрим за контуром, да, ищем какие-то интересные решения у самой природы из фотореференсов. Если у вас есть натура, так вообще прекрасно. Примерно сразу обозначиваем, что будет в тени, а что будет не в тени. Этот листик, допустим, условно будет весь в тени. Каким-то образом тень будет падать. На эскизе это всё можно сделать. Всё сразу обозначить. Идём дальше. Рисуем следующие листики. Находим окончание лепесточка. Рисуем вот эту пимпочку, да, которая у него в самом конце. И ищем какой-то интересный силуэт. Данный листик в этом моменте, видите, он у меня сверху. Поэтому я его, наверное, вперёд сейчас нарисую. Я тоже найду где-то окончание. И по контуру обязательно посмотрю. Пока я рисую, у меня тут Тоша рядом выкидывает карандаши из стакана. Он вносит свою непосредственную в лепту, как всегда, в процесс рисования. Очень ему это нравится. Карандаш, грифель. Он может выбрать какой-то карандаш и просто съесть его полностью, сгрызть. Будет безмерно счастлив. И будет дико ругаться, если я буду у него это забирать. Сразу смотрим тени. Видите, я рисую достаточно легко, чтобы было что-то вроде наброска, не пережимая. Сейчас от центральной линии, да, от тычинки вниз пойдёт у меня ствол. Логика у меня простая. Если мне нужен показать какой-то вектор движения, найти какое-то интересное движение, да, то я буду использовать очень длинные линии, вектора. А если мне нужно что-то вот чётко прорисовать, я буду короткими движениями это всё прорисовывать. Например, обратите внимание на стволы нарциссов. Они по натуре свои такие очень упругие, твёрдые, очень мясистые, очень насыщенные. И поэтому они в рисунке должны быть очень ровные. То есть, если вы нарисуете такой прерванный ствол с нечёткими границами, то сразу вот это впечатление от мясистости наших цветов, оно исчезнет, и цветок будет неправдоподобный. Поэтому за стволом смотрите, чтобы у него была толщина везде одинаковая и так далее. То же самое касается наших листьев. Мы рисуем на просвет, чтобы понимать, где они здесь с этой стороны выходят. Тоже должны быть ровные. В этом моменте мы уже решаем, что идёт вниз, что идёт наверх. Мы можем пока что для себя это просто тоном показать. Обязательно как-то заканчиваем наш ствол. Так, потом разберём ещё здесь у нас, как по тени идёт. Тоже обозначим, чтобы нам потом это было проще в акварели сделать. Вы можете ещё более подробно прорисовать цветок. Мне важно только нарисовать красивый контур-силуэт, чтобы вот эти все моменты были решены интересные без ошибок. Вы же можете немножко более подробно всё это сделать. И я перейду непосредственно проработку чашечки. Нам нужно показать вот этот объём, что есть передний план, то есть ажурность вот такая. Да, я сейчас немножечко придумываю, может быть, от себя. Это тоже естественно. И не забывайте потом, когда будете рисовать акварелью, у этой чашечки есть объём, да, то есть есть форма вращения. Непосредственно нам нужно будет выбрать источник света, откуда падает свет, да, и потом посмотреть, какая будет самая освещённая часть у этой чашечки, да. А всё вокруг у нас будет в тени и полутени. Итак, я продолжаю прорисовывать по центральным линиям наши лепесточки. В данный момент слежу за тем, чтобы у меня были закрыты вопросы, какие лепесточки сверху, какие снизу, где падает тень, да, чтобы показать потом наш объём. Начинаю рисовать лепестки или листья всегда с центральной линии, смотрю, как изгибается, а потом уже на неё нанизываю какую-то интересную форму. Центральная линия нам всегда задаёт какое-то движение достаточно интересное. В цветах это очень важно, чтобы было движение, чтобы цветок был живой, не пластиковый. Пока каким-то таким образом смотрим на просвет, где-то там внутри у нас будут тычинки. Оттуда выходит из центра у нас наш ствол цветка, он имеет непосредственно толщину. Мы это всё прорисовываем. И также дорисовываем все остальные наши нарциссики. Я сейчас немножко... Быстрый процесс. В принципе, я думаю, что вам понятен. Обязательно ориентируйтесь на фотореференс или на референс в стакане с водой. Ну, то есть, живая натура, если есть, это вообще прекрасно. В сложные моменты рисуйте на просвет, чтобы не было никаких ошибок. Да, чтобы у нас всё было прекрасно. Так, далее у нас остался этот нарцисс. У него достаточно широкое раскрытие. И можно начать от какого-то ажурного контура примерно, поискать, да, как в натуре он там есть, со всеми его особенностями. Потом обязательно обозначить вот эту вот линию, которую мы видим, сгиба. И обратите внимание, что у нарцисса в его чашечке есть очень много прожилок, и они все сводятся у нас к одной точке, из которой выходит наш стебель. Поэтому обязательно, раскрывая нашу чашечку, да, в какой-то момент, то старайтесь рисовать эти линии схода, так сказать. Добавляем объемы самой чашечки, и потом уже по центральной линии, да, прорисовываем наши лепестки. Я сейчас немножечко сдвинула центральную линию, чтобы у меня центр моего лепестка не упирался в центр ствола. Это композиционно будет выглядеть не очень. И продолжаем прорабатывать абсолютно все остальные листики. Давайте нарисуем здесь маленький-маленький бутончик, который переходит в достаточно мясистый такой ствол, который мы тоже должны прийти, привести, так сказать, куда-то вниз, чтобы у нас была какая-то композиционная история. Здесь еще, возможно, у нас будет листик, который стоит у нас непосредственно рядышком, да. Композиция такая в разлет. Якобы у нас стоит это все в вазе, можно нарисовать, что это в вазе, да, в какой-то округлый... Ну, там достаточно сложная история со всякими бликами и так далее. Все-таки это стекло. Я, наверное, не буду этого делать, оставлю композицию просто как букет и нарисую какое-то движение ленточки. Все-таки праздничная композиция. Можно завернуть ее и так, можно завернуть и так, как у меня здесь нарисовано, да, вот такое движение. Как вам нравится. Обязательно показать толщину, как это все выходит. Моменты складочки, да, вот этой ленты. И все это проработать в эскизе очень-очень хорошо. Вообще, можно изначально целиком полностью все это нарисовать в карандаше, уже потом переводить на хорошую акварельную бумагу, в графику, чтобы это все уже потом в красках нарисовать, уже имея представление, какой у нас будет финальный результат в графике. Ну, тоже достаточно интересное движение у ленточки появилось. Можно дальше продолжать искать тут непосредственно в каждом листике прожилки, как они идут, как они формируют новую тень. Можно это сделать сейчас. Кто себе доверяет, может это оставить, и мы это сделаем уже непосредственно в акварели. Как я, допустим, и собиралась делать. То есть, допустим, для какого-то первоначального эскиза перед акварельной работой вот этого достаточно. И сейчас моя задача перевести этот эскиз через стекло или через световой стол или световой полшет на хорошую акварельную бумагу и уже приступить к рисованию акварелью. Вы доведите этот эскиз до ума, используя свои фотореференсы, а потом уже переводите. И приступим к акварельной части. Итак, я перенесла мой эскиз на хорошую акварельную бумагу. У меня хлопковая бумага фирмы LANA. Я буду ее еще не тестировать, потому что я на ней еще не рисовала. Фактура сатин, то есть абсолютно нету никакого зерна. Что нам понадобится для работы? Во-первых, салфетки. Во-вторых, кисти. У меня два вида кисточек. Первая от фирмы PINX. Это синтетика серия ORA ROSA. Очень хорошая мягкая синтетика, которая хорошо держит кончик, воду. Ей очень удобно управлять, контролировать уровень воды и краски на кисти. И фирма Malewich. Это колонок Mix. Вот такие кисточки. У них при намокании тоже острый очень кончик. И мне они очень нравятся в работе. Что потом потребуется? У нас акварельные краски. У меня несколько разных фирм, начиная от белых ночей, заканчивая серией фирмой PINX, однопигментная и многопигментная от PINX. Ну, так много красок не понадобится. Сегодня мы будем рисовать там двумя-тремя красками максимум и там одной-двумя кисточками. Я сейчас выберу какую-нибудь среднюю кисточку, например, троечку от Malewich. И начну заливать уже все краской и водичкой. И давайте приступим. Передо мной стоит здесь фотореференс. И я с него буду рисовать. Моя палитра на всякий случай. Итак, первое, что мне нужно сделать, это, конечно, немножко облегчить рисунок, чтобы он у меня не был виден под слоем акварельной краски. Я возьму клячку и немножечко вот так вот пройдусь по всему рисунку, чтобы он стал почти прозрачный. Но я не буду до конца стирать, чтобы вы могли видеть, да, где я рисую, что получается. После этого я возьму чистой водичкой и постараюсь закрыть самые большие участки, которые есть. Прям чистой водичкой по границам внутри цветка я смачиваю и прокрываю. Это делается для того, чтобы хлопковая бумага впитала в себя воду и была очень восприимчива к пигменту, который мы потом положим. Также делается для того, чтобы положить сейчас подложку. Подложку можно положить теплую или холодную. В данном случае я буду класть теплую подложку из желтого цвета. Скорее всего, это будет кадмий желтый, какой-то теплый желтый оттенок. Я прозрачно сделаю эту подложечку по всему цветку. Как делается прозрачно? Это большое количество воды и совсем чуть-чуть пигмента. Совсем еле заметно. Из-за того, что мы рисуем желтый цветок, при рисовании желтых и белых цветов, тут такой принцип, что можно либо сначала прописать все тени внутри какими-то холодными оттенками кобальта или какими-то серыми оттенками, а потом уже сверху прокладывать желтую краску. Также я поступлю с некоторыми листьями, которые у меня торчат сверху, тоже закрою их желтыми. Начинаю рисовать с самых дальних всегда участков, чтобы они высыхали. Я перехожу уже более близким ко мне частям цветка. В общем, таким образом я сейчас закрою всю мою иллюстрацию. Я это делаю в этом уроке для того, чтобы те, кто рисует не так давно, чтобы у них не было никакого страха белого листа. Потому что, когда мы делаем такую подложку, мы помогаем себе в работе непосредственно тем, что мы делаем уже общий такой цветовой тон для всей работы. Ну и в то же время, это такой психологический момент, когда убирается полностью белый лист, и у нас уже нету страха белого листа, что мы что-то испортим. Будем рисовать по такому принципу. Когда вы работаете по такому принципу, на этапе подложки можно где-то ввести еще дополнительный цвет. Дополнительный цвет у меня будет оливковый-зеленый. И в какие-то места можно точечно вводить для живописности зеленый оттенок, потому что он всегда сильно подходит, да, в каких-то тенях можно проложить. И пока еще бумажка влажная, этот оттенок очень мягко размоется по всей площади, то есть не будет никаких жестких-жестких границ. Старайтесь не вылезать за границы. Если это случилось, можно взять бумагу, где-то промокнуть и подправить. Иногда можно рисовать, когда вы уже привыкли, непосредственно прямо очень-очень сильно разведенной желтой краской, почти что водой, просто с оттенком желтого. Сейчас, когда мы делаем подложку, мы не смотрим на пересечение наших стволов. Мы рисуем все как единое целое. Нам главное сейчас закрыть полностью всю массу, чтобы увидеть целиком наш предстоящий объем работы. Иллюстрация у нас сегодня не будет очень сильно проработанная, но основные какие-то моменты, я думаю, что вы подчеркнете для себя. В ходе выполнения этой работы. Ленточку мы тоже сейчас закрашиваем, тоже ее вводим в теплый цвет, делаем для нее теплую подложку. Основная наша задача потом будет привнести какие-то интересные детали, какую-то интересную фактуру в наши цветы и показать объем. С этим мы и будем разбираться в дальнейшей работе. Пока мы рисуем подложку, мы об этом можем даже не задумываться. Основная наша задача, то чтобы подложка не вылезала за границы нашей иллюстрации. Старайтесь рисовать быстро, чтобы нигде не оставалось границ ненужных. Чтобы все было примерно одинаково залито, без каких-либо ненужных узоров. Вот таким образом мы залили полностью нашу иллюстрацию. Теперь мы ждем, пока она высохнет и начнем прорабатывать стебли. Начнем с зеленого, а потом перейдем к желтым цветам. Такой момент я буду ждать, пока высохнет, потому что бумага пошла немного волнами. Достаточно интересный эффект. Обычно хлопковая бумага себя так не ведет, но, наверное, это из-за того, что она тоненькая. Поэтому я дождусь полного высыхания, чтобы у меня был плоский лист. На самом деле я бы в другой работе не стала бы дождаться полного высыхания. Я бы продолжила работу уже с теми участками, которые высохли. Но я немного подожду, отвлекусь и потом продолжим. Если вы дождались полного высыхания, как и я, то можно немножечко еще убрать лишний карандаш. Жесткая резинка, клячка здесь уже не подойдет. Чтобы потом этот карандаш не был заметен, потому что из-под желтых оттенков он очень тяжело стирается. Поэтому где есть какие-то толстые линии карандашные, можно сейчас на данном моменте все это подтереть. Какой-нибудь большой щеточкой, кисточкой аккуратненько все это смести. У меня вот самая толстая. Просто если это делать рукой, есть вероятность просто испачкать бумагу. Акварель любит чистоту и не хотелось бы этого делать, пачкать бумагу. Итак, начнем, конечно же, нашу работу прорабатывать зеленых оттенков, для того, чтобы понять, какая у нас вообще должна быть плотность и глубина нашего объема. У меня будут две краски, это окись хрома и оливковая. Примерно в сочетании 50 на 50 я начну сейчас прокладывать именно зеленые оттенки. Но таким достаточно интересным образом я буду оставлять центр прозрать, ну, со светом. То есть я очень деликатно буду проходить по краю. Прокладываю смывать кисточку, обмакивать ее бумажной бумажкой, салфеточкой. И размягчать границы водичкой, да, почти, почти без краски. Это будет первый слой, почти везде одинаковый. У меня основная, какая сейчас здесь задача? Задача сохранить очень ровные стебли, чтобы сохранить вот это вот ощущение мясистости этих стебельков нарцисса. Что мне нужно сделать? Мне нужно очень аккуратно закрыть зеленым оттенком все стебли в один слой. И дальше я уже буду углублять по тону зеленой краской. Смотрите, чтобы... Работайте тоненьким кисточ... Тоненькой, остреньким кончиком кисточки. И следите за тем, чтобы ширина стебля была одинаковая на протяжении всей его длины. Это очень-очень важно. Таким образом... Сейчас я возьму немножко больше окисью хрожева. И добавлю, пока еще не высохло, под цветочек с одной стороны стебелька. Таким образом я уже прокладываю тень от цветка, под которым проходит листик. Листик узенький такой, в профиль. И с одной стороны буду прокладывать... То есть я сейчас беру в основном пигмент. Очень мало воды, окись хрома, в большей части, чем оливковый. И очень аккуратно этот пигмент ввожу в мокрый стебель с одной стороны, чтобы показать объем. Если у вас стебелек высох, его можно смочить просто чистой водой. Итак, пойдем дальше и будем работать над следующим листиком, который у меня здесь есть. Опять-таки я... Когда я рисую кисточкой, я всегда уточняю силуэт. То есть я в данный момент кисточкой прорабатываю тот самый силуэт, который мне прям необходим при рисовании какой-то части моего объекта, цветка или будь что... Ну, если что-то другое. То есть всегда кончиком острым я уточняю именно силуэт. Сейчас я здесь размываю, тем самым у меня будет участок со светом. Пройдемся дальше. И на данном этапе я уже буду сейчас смотреть, какой стеблей ближе ко мне будет, какой дальше. И уже варьировать, да. У меня в соприкосновении должна быть всегда разница по тону. То есть сейчас я этот стебелек буду по тону утемнять и прокладывать тень. Моя задача просто очень внимательно следить за количеством краски, за количеством воды на кисти. Контролировать это и управлять этим. Получается, рисую я сейчас по-мокрому. Ввожу цвет по-мокрому и кисточкой регулирую края моего листа. Давайте продолжим дальше. Смотрим, где он там выходит. Я всегда ориентируюсь, опять-таки, по движению. Если мне что-то нужно будет скорректировать, я это скорректирую. Важно не залезать на другие пока стебли. Мы рисуем все по отдельности. В теории можно было бы сейчас вообще опять залить полупрозрачной краской все стебли, да. А потом уже при высыхании уже начинать утемнять какие-то моменты. Можно сделать и так, и так. Но я пока хочу сделать таким образом. Утемняю. Утемняю. Какие-то стволы у меня будут достаточно темные, а какие-то достаточно светлые, которые совсем на дальнем плане. Чтобы у меня как раз-таки получился объем, воздушная перспектива, которая очень интересно смотрится непосредственно в иллюстрации. Вот один листик такой у меня нарисовался. Здесь еще есть ствол, который я пропустила, который тоже в теории бы уже нужно обозначить. Смотрите, чтобы у вас края ствола или листа краешек вот этот вот, да, не был дребезжащий. То есть обязательно старайтесь его вводить в идеал, потому что у всех луковичных растений, цветов, у них, как правило, очень такие мясистые, трубчатые иногда стволы и листья. И иногда они прям звенящие прямые, да. Если будет лишнее дребезжание, оно будет портить всю картину. Иногда смотришь, художник вложился, постарался нарисовать красиво само соцветие, а на стебли уже сил не хватило. И они такие непонятный, незавершенный, незаконченный вид имеют. И на самом деле портят всю картину, потому что они являются тоже неотъемлемы и, по сути, даже главной частью иллюстрации. Потому что в нашем случае стебли, они задают какую-то динамику, какое-то движение, чтобы была интересная композиция. И тоже сейчас какие-то места мы утемним. Вот здесь вот под ленточкой мы проложим тень. Я, конечно, потом еще после высыхания буду еще усугублять эти моменты, да, буду еще добавлять тона, чтобы было выразительно. Потому что основная моя задача сделать иллюстрацию выразительной. Сделать ее выразительно можно за счет тона, за счет воздушной перспективы. Таким образом. И переходим к следующему. Здесь как раз-таки у меня несколько стеблей накладываются друг на друга. И надо будет потом выбрать, что из них главнее, что из них темнее. То есть обязательно разобрать этот момент по тону. Потому что при пересечении всегда какой-то стебель будет светлее, какой-то будет темнее. Обязательно с этим разберемся. Но с этим можно разобраться только когда вы наберете уже общий тон всей иллюстрации. Особенно, ну, непосредственно в зеленых частях, да, которые мы сейчас рисуем. Так, продолжим дальше. Итак, я в последний момент закрою. Стебель, который у меня остался посередине. Сейчас дорисую все оставшиеся зеленые части. Когда у бутона там идет совмещение и очень плавный переход от стебля к бутону, можно уже ввести какую-то фактуру, какими-то штриховыми движениями по форме. И таким образом пока оставить. Мы сейчас очень аккуратно обрисовываем нашу ленточку, если вы ее нарисовали, чтобы сохранить ее движение, не попортить ее границы, которые очень трудно будет восстановить, потому что зеленая краска, она очень въедливая. Чтобы потом смыть, лучше изначально рисовать хорошо. Сейчас очень светлым оттенком, больше хрома и с добавлением немножко кобальта, таким холодным оттенком. Я буду прокрывать какие-то дальние листики и стебли, которые у меня еще здесь остаются. И можно взять чистый кобальт и закрыть самые дальние стебли, которые у нас на заднем плане. И плюс добавление каких-то таких стеблей, которые холодным нарисованы, они будут подчеркивать еще большую теплоту наших цветов и интересный эффект давать. Так, не забудем про объем. Кое-где добавим здесь тоже сразу теней. Если подсох стебелек, можно проложить и границу чистой кисточкой немножечко подрастянуть, чтобы был такой переход. Таким образом. И закроем наш оставшийся стебель. Можно оставить тоненькую линию белую, точнее светло-желтую между двумя стеблями, чтобы была какая-то разница. Таким образом. Обязательно проходите, смотрите за всеми контурами. Как все заканчивается, чтобы все у вас было везде, чтобы был ответ на вопрос, чтобы не задавался никто вопросом, а как это, а каково это. Так. Сейчас я немножечко подвину. Вот таким образом. Итак, чтобы приступить к рисованию желтых цветов, нам нужно поменять водичку, помыть палитру. И в первую очередь при рисовании белых и желтых цветов мы рисуем обязательно сначала тени, а потом уже лирсировкой прокладываем желтый цвет. Итак, чтобы нарисовать тени, нам нужно смешать желтый-фиолетовый, чтобы получился такой достаточно серый оттенок. При равном смешивании двух противоположных по цветовому кругу цветов получается серый оттенок. Прокладывать тоненькие прожилочки. Можно взять кисточку потоньше. И очень аккуратно, тоненько мы начинаем прорисовывать тени. Такая графическая работа очень получается. Тени старайтесь брать, как у нас есть в референсе. И делайте это достаточно изящно, чтобы не было никаких грубых линий, чтобы все было плавненько. На референсе этот лепесточек достаточно темный, но я не буду делать его таким темным. Я кое-где покажу просто фактуру за счет теней, прожилочки. И не буду выводить полностью в темноту этот лепесточек. Тени появляются, когда есть какие-то изгибы в лепестках. Можно взять более холодный такой оттенок фиолет, кобальт, но достаточно прозрачный. достаточно изящно работаете на этом этапе, чтобы не было ничего у нас, грубого. Проработаем центральную часть. Посмотрите, в этой ажурной части очень много интересных узоров внутри и постарайтесь передать тени там, где они и нужны, чтобы показать какой-то объем. Таким образом. И прорабатываем в остальных цветах тоже тени. Почти прозрачно. Всё. Ну да. Всё. Сразу показывайте падающие тени. Возможно, от каких-то верхних листиков. Из-за того, что у нас и теплый желтый, и холодный желтый, и кадмий желтый, и лимонный, это достаточно плотные кроющие краски, то все, что вы сейчас нарисуете, это все, все эти тени, они перекроются. И потом уже можно будет что-то еще уплотнять. Но благодаря этой базе вы не допустите просто грязи на вашей работе, которая могла быть, если бы вы рисовали изначально, закрывая все желтым. Продолжение следует... Всегда следите за формой, да, накладывайте тени именно по форме нашего цветочка, как он растет, если он раскрывается. Если он раскрывается таким образом, значит так и надо накладывать. Итак, наши нарциссы будут состоять из двух оттенков желтого, из теплого, это кадмий желтый, и лимонного. Мы будем прокладывать очень тонкий и прозрачный слой, возьмем кисточку побольше, и начнем с теплого оттенка, с большим количеством воды, и обязательно прокладывайте только после полного высыхания наших теней. И лисировкой, не поднимая нижний слой с тенью, мы прокладываем наш цвет основной. Теплый желтый будет в центральных частях нарцисса. А холодный желтый будет на лепестках. Смотрите, чтобы он был чистый, без всяких примесей, зеленых оттенков, возьмите лимонную, добавьте в нее немножко кадмия желтого. И достаточно сильно разведите водой. И этим оттенком можно прокладывать наши лепестки. Дальнейшие этапы мы будем усугублять, так сказать, желтые оттенки, добавлять объема, добавлять в тени, чтобы наши нарциссы стали объемные. Если вы рисуете нарциссы с белыми лепестками, то тогда тени, которые вы прокладываете изначально как подложку, должны быть более серыми и более деликатными. То есть это как графическая работа, которую вы делаете непосредственно серым цветом. Ну вот, собственно, что у нас получается. Это еще очень сырая работа, в которой нужно много деталей уточнять и доводить до ума. Как раз-таки сейчас этим с вами займемся. Итак, теперь мы будем уплотнять. Уплотнять возьмем более насыщенный кадмий желтый, добавим немножечко охры. И будем прорабатывать сердцевинки, чтобы они уплотнились, были более отчетливые, более объемные. Мы этим цветом тоже кое-где показываем, показываем фактуру. И также смотрим, где этим цветом можно дополнительно еще показать тени. Кое-где можно добавить даже каких-то красных оттенков, да, чтобы увести тень в теплоту. Я буду еще более обозначить. Каждый наш последующий слой будет уплотнять и уплотнять нашу иллюстрацию и добирать нужного, нужного тона в нашу композицию. Дальние цветочки я пока трогать не буду. Оставлю его напоследок. Уже буду исходить из того, какая у меня плотность набрана всей иллюстрацией, чтобы смотреть, добавлять туда еще что-то или нет. Помните такую особенность, что при высыхании краска наша светлеет достаточно сильно, а оттенком желтого вообще очень сложно набрать какой-либо тон, потому что по тональной шкале желтая краска, она по контрасту тона, как белая бумага, то есть как белый цвет. Поэтому если прокрасить изначально, залить желтым и пытаться рисовать именно желтым тени, то просто не хватит тона, потому что его, собственно, неоткуда брать, потому что желтый он по себе сам очень чистый цвет, и если его начать смешивать с другими оттенками, автоматически будет появляться грязь. А это нам не нужно. Сейчас мы еще вернемся к нашим листьям и стеблям, и тогда картина еще более станет понятной. И в самом конце уже нарисуем ленточку. Сейчас по тону стебли и листья у меня одинаковые, но чтобы иллюстрация выглядела выразительно, они не могут оставаться одинаковыми. Мне нужно стебли немножко усадить вглубь, чтобы это все выглядело хорошо. Что я сейчас буду делать? Я возьму кисточку потоньше, чтобы не ошибиться никак, и буду, наверное, прокладывать совсем темные оттенки наших стеблей. Я возьму окись хрома, немножечко оливковой. В каких-то местах, где мне нужно, да, утемнеть, я буду это делать. Как это можно делать? Тоже показываю какую-то фактуру дополнительную. Тоже есть такие прожилки у листиков. Конечно же, показываю падающие тени на наших стебельках. Здесь будьте аккуратны с количеством воды на кисточке, потому что если что-то потечет туда, куда нам не нужно, исправить уже будет достаточно трудно. Хочется где-то еще показать фактуру прожилки, чтобы создавалось верное впечатление, что это у нас за цветок. Цветы нарциссы настолько светлые, да, от белого до желтого, они должны быть кардинально контрастны вот в этих моментах, где они встречаются с листьями и стеблями. То есть там зеленый должен быть максимально темный, чтобы показать, насколько светлые у нас наши лепесточки. Да, также можно показать падающую тень от нашей ленточки. Да, все это немножечко мы фантазируем, потому что ленточку мы придумали, если вы ее, конечно, рисуете. Сейчас примерно в серединке, где у нас пересечение стеблей, у нас все на одном тоне, но от этого надо будет уйти и разобрать там по тону, уже потом, когда высохнет, какой стебель темнее, какой светлее, и все это делать. Кое-где мне хочется сейчас углубить, углубить вот это состояние в чашечке тени. Очень деликатно показать ее объем. Главное здесь не нагрязить, так сказать, грязью не рисовать, чтобы все вышло у нас достаточно красиво. Да, у меня смесь сейчас зеленый и красный, такой коричневый получается. Обозначу, как-то там наличие тычинок внутри в центральном цветке. Что можно сделать? Еще взять такой достаточно яркий акцент на оранжевый, пройтись где-то акцентом. На листиках, на лепесточках точнее. Чем сильнее вы углубляете внутри этой чашечки тон, тем ниже он должен опускаться, и тем быстрее начнут выходить вот эти вот линии прожилочки. Имейте это в виду. Вернусь еще к стебелькам. Прокладываем все еще тенью от ленточки, да, где мы это забыли. Кое-где деликатно для объема можно показать фактуру, линии. Оранжевым и таким красным цветом я буду прокладывать тень внутри открытого центрального цветка. И, возможно, покажу какую-то границу вот этого ажурного, ажурной нашей чашечки. Чтобы каким-то образом ее отделить от основных листиков. Смотрите, чтобы она у вас была не дробная, да, если слишком много белого просвечивает, лучше это все немножко обобщить. Ну, главное, чтобы все там не разлетелось, чтобы конструкция осталась конструкцией. Так, можно пойти дальше. Пытаться еще углубить цвет желтый на лепестках, точнее, лимонную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хотела бы сделать ленточку ярко, такую алую, наверное, сейчас я приступлю, постараюсь закрыть, может быть, даже не совсем алую такую. Приголошу ее каким-нибудь бордовым оттенком. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжая нашу работу, нам нужно сейчас утемнять, углублять оттенки. Мы будем использовать кобальт в сочетании с лимонной, чтобы получить такой холодный зеленый оттенок, свежий, которым мы будем немного уплотнять места, места, которые нам нужны с тенью в наших лепестках. И это будет достаточно холодный оттенок, и при этом не грязный, а свежий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нам нужно сейчас разобраться со всеми отношениями, какой листик светлее, какой темнее. Те листики, что у нас с тенью, нужно обязательно это все свести в более плотный тон. На листиках, которые в тени, там больше видна фактура, мы ее больше показываем. И обязательно среди этих листиков тоже разбираемся, какой из них темнее, какой светлее. нужно показать некоторый объем на бутончике тоже с помощью фактуры и более темного оттенка желтого. Этот листик вообще полностью у нас в тени, потому что поверх него проходит другой листик. И я немножко еще усилию контраст в стеблях. В окись хрома немножко даже добавлю индиго, чтобы у меня был цвет вообще такой темный, насыщенный. Но таким цветом старайтесь большие области не рисовать. Только в самых местах, где это прям очень надо, чтобы показать разницу по тону. в окись хрома. В окись хрома. Я сейчас везде прохожусь по зеленому, где есть соприкосновение с желтыми лепестками, чтобы показать большую контрастность. И также добавляю объемы на стебли. Тем самым еще разделяя и отделяя стебельки друг от друга. Италия. 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 Более слабым тоном я покажу падающую тень от соседних стебельков друг на друга. Кое-где вышла неаккуратно я здесь подмазала. Такое случается, но это можно исправить. Потому что мы рисуем на хлопковой бумаге. Возьмите жесткую кисточку и подсмойте все, что у вас вышло за пределы. Буду еще частично проходить по объему, смотреть, что-то где-то дожимать, чтобы у меня вылезла на передний план. Какую-то историю усиливать. Тени в теплом желтом можно прокладывать оранжевым, красным. когда нарцисс цветет, у него там образуется у бутончиков такая сухая складочка. Ее можно показать. Чуть-чуть совсем. Вы уже по окончании работы бегаете по всей работе одновременно, смотрите все отношения, чтобы это было все гармонично. где-то что-то по тону дотягиваете. Также сейчас сделаем с ленточкой кое-где ее по тону дотянем и сделаем чуть темнее. Возьму бордовую, немножко индиго, сделаю такой темный оттенок и в каких-то моментах мы этим темным оттенком пройдемся и растянем, сделаем растяжечку. я взяла очень тонкий раствор розовый и кое-где тоже буду ее вводить как акцент. я постараюсь, что благодаря этому цвету у меня сердцевинка вышла на передний план, стала выделяться. кардмию желатым еще немножечко здесь добавлю объема. и я не что Дорабатывайте эту иллюстрацию до тех пор, пока она не станет по объёму удовлетворительной, да, хорошей. Я надеюсь, что у всех всё получится, вы сможете нарисовать такие хорошие, прекрасные нарциссы. Я желаю вам удачи и обязательно присылайте готовый результат мне. Отмечайте меня в инстаграме, очень буду ждать ваших работ. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»